Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Бегов. И сегодня мы снова поговорим о нашей русской деревне. Не так давно у нас был уже похожий эфир, и тогда, конечно, несколько всё звучало пессимистично. Но сегодня у нас в гостях люди, которые переехали в деревню из города, и поэтому мне интересно с ним поговорить, что они думают. Действительно ли перед нами у нас тут сидят два чудака, или нет, таких, как они, не десятки, может, даже не сотни, а может, даже не тысячи. Что они за ним делают в деревне, и вообще какие перспективы они видят для нашей русской деревни. Итак, сегодня мы снова говорим про нашу сельскую жизнь, поэтому звоните по телефону 3190, что вы думаете о перспективах нашей деревни. Может, вы сами живёте, может, вы переехали оттуда, потому что не видите перспектив. Может, наоборот, хотите переехать, но не знаете, с чего начать. Вы можете как раз наших гостей спросить, ребята, а где ли вы живёте на Горелевом болоте? Помните, как там в сказке нашей про Айболита? И, соответственно, они, может, вам и расскажут, что мы живём на Занибаре, Калахаре и Сахаре. Поэтому, пожалуйста, 3190, прямой эфир. А гостей наших тем временем хочу представить. Это Кристина Гапич, жительница деревни Никола, Михайловского сельского поселения Калининского района. Кристина, добрый день. Добрый день. И тоже её, ну, относительно сосед по сельскому поселению, потому что живёт он в другом всё-таки нескольком месте. Это Александр Делевский, житель села Васильевское, тоже Михайловского сельского поселения, Калининского тоже района. Спасибо большое, уважаемые гости, что немножко оторвались от ваших сельских будин, так сказать, будней, и вырвались нам на эфир. Ну, вот расскажите о себе. Вы, насколько я знаю, городские изначально, Кристина? Изначально, да. Вся наша семья, мы жили в городе, и, в принципе, все родились в городе, и дети в том числе. Вот, в деревню мы переехали три года назад. А с чего такое необычное решение? Не в Москву, не в Питер, не в Париж, а в деревню? Такое необычное решение. Ну, скорее всего, наверное, инициатором всё-таки была я, потому что я любитель деревни, любитель природы, животных. И я считаю, что для человека это более естественная среда для проживания, для воспитания детей. То есть она более благоприятная, она благоприятна для физического здоровья, благоприятна для психического здоровья. И, как сказать, ну, мне кажется, человек более свободным себя чувствует в деревне, потому что он находится в своей естественной среде обитания. Всё-таки, мне кажется, что нужно видеть небо, землю. Вот, есть большая разница, когда ты живёшь в городе и живёшь в деревне. Ты выходишь на улицу, и ты вот сразу контактируешь с этим окружающим миром именно с природой. Вот, и ты уже ступаешь не на асфальт, а, например, на землю. И сразу как бы вот это вот погружение именно в природную среду, мне кажется, это очень важно для человека, особенно сейчас в нашем современном мире, когда социум очень активный, очень агрессивный. Вот, и на самом деле очень много молодых семей, которые стремятся сейчас именно переехать в деревню. Среди ваших знакомых? Да, среди моих знакомых очень много людей, которые вот и с маленькими детьми, они стараются уехать из города, прилагают массу усилий, чтобы построить дом и жить именно в деревне. Александр, а вы так же считаете? Да, да. Ну, опять же, люди разные. Кто-то считает, что он никогда не переедет в деревню и будет жить в городе, не понимает. А кто-то, глядя на нас в том числе, соглашается, что действительно это любопытно. Учитывая, что люди, знаете, которые живут в городе, как правило, ну, они не рассматривают этот вариант. То есть, если менять недвижимость, то квартиру на более большую квартиру. Если дом, то, опять же, в городе дом. Вот этот вариант резко сменить ауру, скажем так, обитания, о чем верно сказала Кристина, действительно, вот как уехать в природу, уехать в естественную среду. Это прям нужно что-то такое, чтобы перещелкнуло в голове, либо хороший пример своих друзей, родных, кому можно приехать и вот пропитаться этим и захотеть этого. Вот мы 10 лет назад практически переехали в деревню, ну, в следующем году будет 10 лет. Это инициировал я, потому что у меня никогда не было ни деревни, ни бабушки в деревне. То есть, самое, как за рекламу. Да. У меня была дача в поселке, рядом расположенном Васильевский мох, но вот как таковой классической деревне я ее никогда не видел и не знал. Поэтому... Ну, вы же видите на даче, как и ряду. Вот та самая, тоже плюла воздух. В том-то и дело, да, что, видимо, может быть, от литературы, может быть, это некий, знаете, наш такой культурный код, такой бессознательный наш, но почему-то именно хотелось. Именно настоящую деревню, не какую дачу, не какой поселок, а именно настоящую классическую деревню. И это, опять же, оно где-то всегда было на подкорке, всерьез не воспринималось, но уже когда была своя семья, когда зашла речь о том, что нужно собственную недвижимость, жилье, и как-то вот так вот, а почему бы нет? И как-то схватилась, зацепилась и получилось. Да, были свои сложности, конечно, было не сразу легко и довольно долго сложно. Это единое решение семьи было? Вы знаете... Или пришлось тянуть за собой? Тянуть не пришлось, но, конечно, супруга моя, спасибо ей огромное, она большая, молодец, она, ну, она отдалась мне в плане, вот, делай. Она сказала, делай. Поверилась. Да, делай. И, в общем, потом, ну, у нас все равно будет свой дом, это ее грело больше всего, потому что какой бы ни был, но свой. Поэтому пускай в деревню, давай попробуем. Ей было, конечно, тяжело это понять, потому что, ну, надо ездить, она работает в городе, мы все работаем в городе, нужно ездить, как-то вот логистика непонятная, да. Отчинок, жизнь меняется вообще кардинально. Но мы рискнули оба, да. Кристина, я не спросила, у вас это тоже было единое решение с семьей, или были дискуссии, какие-то споры? Нет, это было единое решение, но... А кто первый, вы или супруг? Нет, я инициатор, он меня поддержал, я ему очень благодарна. Там сразу, даже не удивился, Кристина, какая деревня, ты что? Я готовила его. А, вот так вот, да? Фильм подсоедин про деревня, про снахвашно смотрели вместе. Очень много мы говорили на эту тему, вот, но он, так скажем, человек с руками, очень многое делает своими руками, дом он практически построил сам. Ну, единственное, вот мы заказывали, конечно, коробку, крышу, вот это все. А, то есть вы не купили как-то часто бывать старый дом? Нет, у нас был участок, у нас был абсолютно пустой участок. А вы, Александр? Мы купили дом с старенькой избушечкой, гнилой, покосившийся, поэтому, когда мы... А мы въезжали в осень, это был октябрь, плохая погода, и вот... Такая была Есенинская деревня. Ну, мы ее не воспринимали как Есенинской, наоборот, скорее, какой-то декадантской, страшной. Ну, он же был такой умирающий, такой у Есенин, там тоже все, тоска по русской деревне вымирающей и так далее, поэтому, почему я говорю? И когда, конечно, ну, мы прожили в нем довольно долго, но мы строились, да, вот сегодня этого дома нету, мы его потихонечку как бы пореконструировали и построили, да, новые стены, все практически новое. Ну, хорошо, а друзья как реагировали? В основном, я не помню каких-то негативных отзывов, кручения у виска, нет, такого не было. Может быть, легкое недопонимание было, ну, как бы пожали плечами, ну, ладно, учитывая, что когда, знаете, все люди уже взрослые, особенно семейные, там мнение друзей, ну, как бы все живут своей жизнью немножко уже, встречаются там несколько раз в год, созваниваются, вот, поэтому уважают выбор друг друга, наверное. Ну, а потом многие у меня есть друзей, в общем-то, и жили в частных домах, сами живут сейчас, поэтому для них это было довольно нормально, хоть и в городе. А многие потом также переехали в деревню, не в мою, а в свои, там, какие-то, ну... Так переехали в одну, веселее было бы жить. Слушайте, ну, у меня переехал брат с семьей спустя несколько лет в нашу же деревню, да, да, поэтому... А у вас, друзья, также отнеслись, ну, с пониманием? Ну, да, кто-то, например, моя, так скажем, одна из близких подруг, она все это прекрасно понимает, она не может понять, как я могу все это делать. То есть она говорит, вот я, например, не смогла, это такой труд, это не для меня. Но какой-то там критики такой не было. В основном сначала восхищение вызывало это свой дом. То есть это вот основная такая фишка, которая нравится. Хорошо иметь домик в деревне. Да, хорошо иметь свой дом. Вот. Когда мы начали обзаводиться хозяйством, ну, там разные были мнения. Зачем это, когда можно все купить в магазине, то есть... Я вас извиняюсь, перебью о том, какое у вас большое хозяйство, расскажете после рекламы. Дорогие телезрители, мы уходим на небольшую рекламу. Мы сегодня говорим о том, что есть и положительная тенденция, когда вполне молодые люди с семьями, с маленькими детьми. То есть не на старости лет переезжают жить в деревню. Поэтому звоните после рекламы 300-190 и высказывайте ваше мнение или задавайте вопросы. Мы снова в прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о том, есть ли жизнь не на Марсе, а в русской деревне. У нас представители как раз, вот, скажу, класса, нарождающихся класса, которые взяли в один прекрасный момент и переехали в деревню. Это Кристина Гапич и Александр Дылевский. Вы можете задавать свои вопросы или просто высказывать нам свое мнение. Готовы ли вы, к примеру, переехать в деревню? У нас онлайн-голосование идет, можно позвонить. Соответственно, вот плашка сейчас выйдет по телефону, там два телефона, да или нет. Или можете написать нам в WhatsApp по номеру плюс 7 48 22 300 190 и написать в WhatsApp уже более развернуто ваше мнение, вот, готовы ли вы переехать в деревню или нет, и почему. Ну, или просто звоните нам, высказывайте ваше мнение, или задавайте вопросы. Еще раз говорю, может быть, вы хотите переехать в деревню, и знаете, с чего начать. То ли корову купить, то ли теленку, то ли телегу. Поэтому вам вот подскажут люди, которые уже имеют положительный опыт проживания. Ну что ж, хорошо, вот, действительно, мне интересно, вот, хорошо, решили. Куда? Область большая. У нас, так скажем, выбор был вполне обусловленный, потому что был участок, который достался мужу по наследству. А, то есть, все-таки у вас уже что-то было. Да, это у нас было. Не на пустое место. Не на пустое, абсолютно. А в плане места, когда мы приехали, все посмотрели, до этого там жила его мама, только не в Николе, а в Кувшиново, вот, в своем частном доме. Сейчас живет сестра мужа, то есть, у нас, как бы, родственники тоже почти в одной деревне с нами живут. Неподалеку, скажем так. Да, дети ходят в один детский сад, потом пойдут в школу. Что понравилось именно вот конкретно в этом месте? Очень хорошее расположение детского садика и школы. Важный момент. Все обычно, один из контраргументов против деревни, ни сада, ни школы, либо это за 5 километров или за 10. В данном случае от нас это полтора километра где-то получается по хорошей дороге. Я приезжаю с детьми, один у меня пошел в школу, а другая пошла в садик. Садик очень хороший, домашний, прекрасные воспитатели, прекрасная кухня. И по поводу тех, кто переживает, что ребенок ходит в сельскую школу, я хочу абсолютно развеять вот эти сомнения. Ничем она не хуже, я бы даже сказала, что, наверное, лучше. То есть учителей хватает? Учителей хватает. Ну, может быть, какой-то, конечно, недостаток есть, я так не владею информацией. Но, по крайней мере, это небольшие, огромные классы и хорошее отношение к детям. То есть я увидела разницу, когда у меня сын перешел в сельскую школу, только плюс по сравнению с городской. А в чем? Ну, во-первых, внимания больше ребенку теряется. По факту вы увидели, что он стал лучше учиться, знаний больше? Спрашивайте, расскажите, кто-нибудь. Да, он начал больше стараться, он как-то стал спокойнее относиться к учебе, более сосредоточенно. То есть как-то в городской школе у нас было вот шаляй-валяй, и все шаляй-валяй, и вот как-то вот так. Ну, понятно. То есть у вас, в общем, место было? Возвращайтесь к вопросу. Александр, а у вас? У нас места не было, но у нас было направление. То есть я уже знал, учитывая, что я уже сказал, что мои родные и все свое время проводил лето на Васильевском хео в поселке. То есть направление мне было родное, мне нравилось это направление. То есть вы сразу думали туда? Да, вот куда-то туда, но причем даже конкретно село Васильевское мне очень нравилось и привлекало меня, просто потому что там с самого детства меня потрясала эта церковь огромная, которая там стоит прямо на дороге, проезжая мимо, как-то вот она в память мне зацепилась. Потом я потихонечку там вот в архивах начал ковыряться, изучать ее историю. И как-то вот если ехать в деревню, то мы подумали, что надо ехать туда, потому что село Васильевское, оно такое, знаете, классическое-классическое село, большое, с такими в то время еще красивыми домами, еще не перестроенными, да, сайдингами, не обшитыми. Вот, причем деревня такая в доступности, с асфальтовой дорогой, с газом. Поэтому вот как-то туда и проезжая на дачу, очередной раз там на машине, я просто решил проехать через село, не мимо, а через, посмотреть, что там кто продает. И на гараже там было написано, продаю дом мелом, видимо, дети написали. Я остановился, мы договорились и, в общем-то, все, то есть и купили потом впоследствии уже этот дом. То есть вот как мимо проезжая, я зацепился за это и... К вопросу о том миграции, а человек продал дом, потому что в город уехал или как? О, там история очень сложная с человеком, который продавал дом. Он сказал, что он нашел через то ли «Жди меня», то ли какую-то другую там программу своего брата, которого он никогда не видел, и поэтому ему нужно уезжать срочно там куда-то в Краснодарский край. О, ну понятно, Краснодарский край, чего бы срочно не уехать туда, конечно. Если бы брат нашел в Магадане, интересно, поехал бы. Может быть. Может быть, да. Как говорится, лучше уж вы к нам. Ну, хорошо. Переехали. Вот мне опять интересно, а как местные вас приняли? Воспринимают, потому что вы говорите, приезжают еще люди. Как вас восприняли лично? Никак. Вообще? Ну, есть и есть. То есть не пришли, например, как-то в деревне принято здороваться, знакомиться? Нет, ну, познакомились, конечно, но я хочу сказать, я не знаю, как вот в остальных нашего сельского поселения, деревнях, но вот конкретно в нашем участке деревни очень разрозненное население, то есть каждый сам по себе. То есть вы, по сути, не деревня, а конглаберат хуторов? Нет, это не хутора. На хуторе все живут сами по себе. Ну, на хуторе живут на большом расстоянии друг от друга, правильно? То есть хутор, он и есть хутор, одиночно стоящий дом, километра три может быть до ближайшего. Здесь вот у нас наш участок, сразу забор, сразу другой уже участок. И каждый живет вот в своем участке, что-то там делает, копошит со своей жизнью. Ну, здрасте, до свидания, все. Ну, то есть, ведь одним из плюсов деревни считается, ну, оно испокон веков было, что все друг друга знают. А вот в вашей деревне, получается, по сути, все ведут городской образ жизни. Нет, в городе тоже могут знать, что Иванула с сеной, но здрасте, до свидания не более. Да, абсолютно никакой вот этой деревенской, как вот я в свое время в детстве много прожила в деревне у бабушки, и потом вот мы, когда переехали из Казахстана, мы тоже два года жили в глухой деревне. То есть это была совершенно другая атмосфера, когда все собирались вместе ту же самую картошку копать. Ну, раньше так было, да. Свинью зарезали, все собираются. И какие-то вопросы совместно решали. Да, какие-то были и негативные вещи, но это везде не без этого. А здесь вот просто каждый отдельно, как вот в своем аквариуме. И стараются просто не контактировать. То есть перенесли городской образ жизни в деревню. Да, городской образ жизни. Это большая, кстати, проблема. Ну, это, знаете, это вот именно вот в нашем, так скажем, в нашей части деревни у нас стоят в основном одни коттеджи. То есть у вас, скажем так, новая деревня. Да, за высокими заборами. Как есть новая Москва, у вас новая Никола. А она так и называется, по-моему, новая Никола. Ну, я думаю, что да. Ты смотрел на карте, готовились к эфиру, нет. Там просто вот Никола и все, никаких новой Николы нет. Ну, это, я думаю, просто уж такое внутреннее название. Там просто у Кристины, она получается, там не классическая Никола, она вновь образованные места, поэтому там не классическая деревня. Поэтому новостройки. Были просто поля, были поля, и их разделили на участки, и вот эти участки люди приобрели. Поэтому старой Николе, может быть, там вот... Мне кажется, да. То есть вот я общаюсь больше с людьми из других деревень, на самом деле. Вот нашего сельского поселения, но это другие деревни, и там другая атмосфера, на самом деле. А у вас, Александр, как вас восприняли и как сейчас? Да, когда мы приехали, нас восприняли сложно. В первую очередь соседи. Что не так? Ну, знаете, как сказать, соседи... Я лично обрадовался. Пустующий дом, что с ним может произойти, еще сгорит как-нибудь и так далее. А тут начали жить люди, это же хорошо. Нет, и были люди, и соседи с другой стороны, совершенно замечательные люди. И спасибо им за поддержку. Но были отдельные, скажем так, соседи, которые, ну, показывали всем своим видом, кто в доме хозяин. А, понаехали тут. Понаехали, вы тут вообще приезжие, я тут 50 лет живу. Ну, знаете, я человек... Деревня не резиновая, да? Да даже не в этом дело, а в том, что вот если у меня есть тут прогон, и я в нем езжу, значит, как бы это мой. Вот. У меня просто дома участок на прогоне стоит, и там вот, получается, было некое, знаете, первый такой практически сразу соседский конфликт. Вот, но я такой человек, ну, мне бесполезно это говорить. А прогон для недеревенских, это что? Это дорога от основной дороги в тыл деревни, к реке. То есть это как бы, ну, пожарный проезд. Деревня разделяется этими... То есть по вашему участку? Не по участку, а получается между участками проезд. А, ну, из-за ради бога. Да. Литеральная полоса. Ну, даже тут не в этом дело, просто это был повод такой. А я, ну, я человек жесткий, такой в том смысле, что я себя в обиду не дам, и плюс я приехал, когда в деревню, я осознал довольно быстро, что мне здесь нельзя быть слабым никаким образом. То есть я человек добрый, я коммуникабельный, но слабым я здесь быть не могу и не должен. Поэтому эти вопросы урегулировались разными способами, но они урегулировались. Сейчас, может быть, я надеюсь, никаких обид уже нету, но вообще мы в деревне, в своей деревне живем очень дружно. Сейчас мы все, ну, соответственно, друг друга знаем, нет сейчас ни одного такого человека, который мне высказал бы, что я приезжий какой-то. Бывало, да, бывало, но это не соседи, это кто-то там вот просто что-то решил сказать, такое обидеть, может быть, но меня этим не обидишь. Вот, поэтому я считаю, что Васильевская, вот она, ну, не в обиду Кристине, классическая деревня, там с этим попроще. То есть там тоже люди разные, есть люди и побогаче, есть люди и победнее, но как-то Васильевская довольно дружная. И поэтому я, ну, на самом деле, очень люблю своих соседей, уважительно к ним отношусь, и мы все друг другу помогаем, стараемся это делать, по крайней мере. Вместе на картошку ходите? Вместе на картошку не ходим, но общие дела по благоустройству, по улучшению села мы делаем, и только вместе, потому что дел мы сделали очень много. Вот люди у нас слушают, и интерес, хорошо, переехали, и чем же они там занимаются? Потому что есть, знаете, такая категория городских интеллигентов, которые палец о палец особо ничего и не умеют делать, ударить. То есть, и поэтому у них, грубо говоря, они приезжают, сидят на стульчике там, глазеют на природу, участок зарастает. В деревне это невозможно. Ну, вот поверьте мне, бывает, что возможно. Вот, поэтому мне интересно, чем Вы там занимаетесь? Я просто сейчас коротко отвечу, учились жить в деревне. Вот первое время мы занимались довольно долго, мы учились жить в деревне. Мы учились понимать, откуда там берется вода, как протопить дом, как заменить котел. А у вас печка изначально была, да? Нет, был котел, но он был старый. Как вообще тут что-то, в общем-то, ну, привести в порядок все, потому что там было все очень захламлено. Как починить дом, ну, какие-то отдельные его детали, узлы. То есть мы учились, и это был, ну, дикий стресс. Хорошо есть интернет, слава богу. Я вообще не представляю, как люди без интернета бы выжили в деревне, особенно ничего не понимая в ней. Это если он там есть? Ну, да, у нас есть. Это у вас есть? Да, да, тут, конечно, большой плюс. Какое качество? Это другой вопрос. Поэтому вот первое время мы, ну, понятно, что мы вот текущими какими-то делами занимались, и, конечно, ну, пытались вообще осознать, наверное, первое время, что мы тут делаем, собственно. Организовать свою жизнь заново. Ну, вот так. А вот эти трудности, которые вы перечислили, не было желания? А ну, давай вернемся. Было. Было? Ну, лично у меня было, то есть первое время, это же, это стресс. Все равно стресс. Какой бы ты ни был человек, сильный, готовый к чему-то, но ко всему готовым ты не будешь. Поэтому был стресс. Конечно, было желание, первое время, я говорю, мы приехали в осень, в плохую погоду, в дом довольно плохой. И, в общем, было желание, давай мы это все, как бы, отмотаем назад, как будто ничего не было. Здесь, опять же, хочу сказать супруге свое большое спасибо. Она как-то вот меня поддержала. Уж казалось бы, я был инициатором переезда, да, а потом что-то вот дал слабину такую мужскую. Вот, она меня поддержала, сказала, так, стоп, все будет хорошо. Все, нужно просто определенный момент, период пережить, вникнуть во все это. И так и произошло. То есть потом, как бы, когда ты уже понимаешь все, когда все процессы ты контролируешь, потому что в деревне, в своем доме невозможно, ты должен контролировать все процессы, которые происходят. Нет такого, что управляющая компания, что-то тебе должна, кто-то еще, все контролируешь сам, абсолютно все процессы. И вот, когда это получалось, то все, как бы, мы стали деревенскими жителями, все в порядке. Кристина, а вы, вот, когда я с вами созвонился до эфира, я так понял, что вы обзвелись каким-то хозяйством настоящим деревенским. Да. А с чего началось вот так? Началось все с лошади. Зачем? Да, вот этот вопрос мне задают очень многие люди. Муж у меня говорит, мне говорит, надоело, я всем отвечаю, я люблю конскую колбасу. Я говорю, ну, тебя сейчас закидают тапками или еще чем-нибудь. Ну, у нас, как бы, отношение к лошадям-то совсем другое, да, в нашем народе. Ну, да. Вот. И, ну, это, ну, это, моя мечта, я очень люблю. То есть, не возить что-то сразу для понимания. Нет, это для души, да. Вот. Я сама закончила нашу Тверскую сельскохозяйственную академию, зоотехник. То есть, как вот после школы я пошла в этом направлении. Вот. То есть, вы знали, с какой стороны к лошади подойти? Да. Во всяком случае, с этим словом. Я работала и на ипподроме на Тверском. Ну, любителем, так скажем, на первом курсе, на втором, когда училась. И в Чуприяновке госконюшня. Когда-то была, наверное, знаете. И в деревне я очень много общалась с лошадьми. Но это была моя, так скажем, первая лошадь, которую мы купили совсем молодой. И это был первый опыт по заездке лошади. То есть, заезжать лошадь я ни разу до этого не заезжала. А заездка это тоже, поясните нам. Это обучение лошади ходить в упряжи, в телеге. Работа с лошадью в руках, чтобы она слушалась команды. То есть, вы на ней что-то возили? Да, конечно. Мы ее заездили. Она у нас работала прошлую зиму. Мы всю зиму отъездили в санях. Это очень всем понравилось. То есть, вы еще и сани купили? Да, мы купили все. Мы купили сани. Мы заказали, нам сделали своими руками телегу. Мастер, вот друг мужа. Мне даже не телегу интересует, а сани где купили? Где можно купить сейчас сани? Сани мы купили очень удачно. Мы купили сани в деревне Орудова у пожилого мужчины. То есть, это настоящие деревенские? Это настоящие деревенские сани розвальни. Они не адаптированы для перевозки людей. То есть, там мы уже сами скамеечки сделали. Настоящие сани розвальни на деревянных полозьях. И я как-то случайно общалась в группе с кем-то. И вот мне девушка говорит, а вот у меня там то ли дядя, то ли дедушка. Вот у него была лошадь, у него много амуниции конной. Он сани продает. И мы вот с мужем поехали. Он нам продал там два хомута, дуги, сани, оглобли. Вот таким образом мы их приобрели. У него же я тоже покупала седло первое. Правда, сейчас я уже купила другое седло вестерн стиле. Я думала, что, в принципе, я на лошади пока остановлюсь. Но это невозможно. Это, как говорится, укусил бешеный клещ. Вот, и понеслось. Потом мы решили, что все-таки хочется своей молочной продукции. И вторыми у нас появились козы. На корову я сразу не решилась. Достаточно крупное животное. Никогда, так скажем, не имела напрямую с ней дела. Где-то видела, да, пробовала в детстве доить. Но как бы вот то, что самой держать. Мы решили завести коз. Маленькие мини-козы камерунская порода. Что значит мини-козы? Ну, они небольшого роста. А чем вам такие козы не угодили, обычные? Ну, вот я решила начать с маленьких коз. Чтобы попроще. Ну, вы все домой в городе, а в деревне-то чего у нас там? Места мало? Да нет, места хватает. Камерунские, да, они очень красивые. А почему камерунские? Черные, что ли? Камеру, камеру. А, правда. Африканские козы. И не холодно у нас? Нет. Единственное, что они боятся, это сырости. И львов. Ну, львов. Львов мы еще не заводили. Хорошо. Ну, и как козье, кстати, молоко? Козье молоко очень хорошее, очень полезное. Конкретно у этой породы оно превышает по содержанию жира, белка и питательных веществ от молока, от каких-то других пород. Вот. Они дают немного молока, но оно очень насыщенное, очень много иммунных тел в нем. Пьем всей семьей. У меня нет тех, кто не любит козье молоко. И сразу прям начали пить, не было контраста с коровью и козью? Нет. Ну, хорошо, козами все точно ограничилось? Нет, козами не ограничилось. Потом мы решили, что, ну, как же без птицы в деревне? А, все-таки. Да. Я даже не знаю, кого мы первым завели, я не помню. Камерунская птица-секретарь? Все начинают с кур, наверное. С кур, наверное. Они были первыми, ну, видимо, да. Да, это были куры. А сейчас у меня три породы кур. Нет, не три, четыре. Они все разного направления. Петухи поди. Петухи, кстати, меня удивили петухи, потому что я думала, что, ну, достаточно такие туповатые животные. Но петухи умнее кур. Они даже поддаются дрессировке. Гусей, индюков? Нет, индюков мы не пробовали еще. Мы завели гусей. Как говорят умные птицы? Самая моя любимая птица. Да, очень уважаю. Абсолютно самостоятельные. Они целый день пасутся в поле сами. Потом они сами приходят, садятся. То есть, они знают, где у них дом. Они защищают сами себя. Никогда не бьют молодняк. То есть, им можно подсадить чужих гусят, в отличие, например, от кур, которые сразу начинают заклевывать тех, кто младше. Вот, очень, кстати, кровожадное создание. Вот. То есть, у вас самое настоящее хозяйство. Да. Потом появились у нас утки. Мы попробовали одну породу, другую. Ну, вот на данный момент у нас гуси, утки, несколько пород кур. Кролики. Кролики у нас появились последними. Это порода французский баран с висячими ушами, такие толстые, большие, цветные. Кролик французский. То есть, бараны у вас с таким родом тоже появились. Да. Под французский в виде кроликов. Вот. А, еще у нас есть пони. Это вот вторая лошадь. Вернее, он жеребец. Он работает на наших народных праздниках регулярно в Васильевском. Да, он работает. Катает детей. И еще он обучает детей в верховой езде. Дети ходят заниматься. У пони длинная челка из нежного шелка, да, как в детской мультике. Ну, хорошо, обзавелись вы хозяйством, но все-таки деревня – это проблема не только, которую надо решать у себя в пределах своего ограниченного участка, но и то, что за участком надо делать. И причем в наших деревнях, в массе своей, дело, что называется, не в проворот. Вот. С чего начали? Мы в Васильевске начали с самой главной проблемы, когда приехали. У нас очень опасный перекресток был. Это старинное село со старинной планировкой, сохранившаяся и дорога, старая дорога. Она, в общем-то, делает такой очень опасный изгиб. Если раньше на телеге, в общем-то, не особо там было опасно, то сейчас с автомобильным транспортом плохая очень видимость была. Но она и сейчас остается. И, конечно, очень большой трафик, большие скорости. И эта дорога пересекает село пополам, делит его пополам. Очень опасно было, сбивали людей, было и такое. И наши остановки автобусы находятся, в общем-то, за границей села Васильевского, люди идут пешком по обочине. Поэтому, ну, как-то, наверное, это самое логичное было попробовать обезопасить этот перекресток. Ну, мы думали разные какие-то, в общем-то, вещи. Но самое очевидное, это сделать там лежачих полицейских, чтобы хотя принудительно снизить скорость транспорта. Нам все писали, все ведомства, все министерства, и Минтранс, и ГИБДД. Что писали? Невозможно по ГОСТам, по самым разным требованиям, невозможно сделать там лежачий полицейский. Дорога изгибается, она должна быть на прямом участке лежачий полицейский, нет там освещения и так далее. Но я вам скажу так, это очень хороший такой пример. Все-таки они сейчас есть, эти лежачие полицейские, все-таки они нормально там работают. И это было наше такое первое очень хорошее эффективное взаимодействие с прежней администрацией Михайловского сельского поселения. Потому что, ну, мы их, если честно, замучили, очень сильно замучили, и они как-то вот тоже подсуетились. И вот эта вот общая работа населения и тогдашняя администрация привела к хорошему результату. Потому что сделали текущий ремонт региональной дороги и сразу практически поставили полицейский. А чтобы был обзор, так как здания все-таки загораживают обзор, и не видно транспорта, когда поворачиваешь, выезжаешь из деревни, то мы поставили обзорные зеркала. В общем, довольно простое решение, да, они недорого стоят. Зеркала? Да, обзорные зеркала. Не побили ни разу? Ни разу не побили, нет, у нас люди хорошие. И вот мы сделали абсолютно безопасный перекресток. То есть сейчас машины проезжают с маленькой скоростью, зная, что там, в общем-то, искусственные неровности. А можно смело переходить дорогу. Сейчас у нас большая проблема вот только с остановками. Это было первое, что мы делали. Это очень было важно, потому что это человеческие жизни. Ну а дальше, конечно, мы, ну это очень естественно, логично, мы сразу ухватились за ППМИ. ППМИ это такая вещь, единственная сегодня программа, которая... Жители, кто не знает, к стыду своему, это программа поддержки местных инициатив. Каждый может, как в деревне, так и в городе благоустроить свой двор. Но надо, насколько я знаю, собрать с местных жильцов 10% от той суммы, на которую предполагается благоустройство сделать. Да, все верно. Там не только благоустройство, мы начали с инфраструктурного проекта, мы начали делать дорогу свою, ну, внутридеревенскую. Да, действительно, это скидываются жители. Или в том числе, там идет основное софинансирование из бюджета Тверской области, небольшое софинансирование из муниципального бюджета, и 10% отдают жители. Поэтому мы за два этапа, за два года сделали, ну, всю свою сторону, вот правую сторону. Сколько? Вот это около 500 метров дороги, за два раза, да. Ну, это чуть больше... Асфальт прям? Настоящий, чуть больше двух миллионов у нас ушло денег на это. И поэтому мы за эту программу схватились, ну, это единственная на сегодняшний день программа, которая может работать в сельской местности. В городе, ну, гораздо больше возможностей, там и бюджета побольше, и плюс там есть, если мы говорим о благоустройстве, например, там есть программа формирования комфортной городской среды, что в сельской местности как бы невозможно. Поэтому мы, ну, это единственный на сегодняшний день выход, дальше прямо улучшать, делать свою село лучше. У нас есть уже конкретные прям задачи на следующие этапы. Вот мы хотим заниматься конкретно благоустройством. А что именно? У нас есть центральная площадь, старинная центральная площадь перед храмом, как раз в центре села. И мы... Она в ужасном состоянии находилась все это время. Мы ее в этом году сами своими силами за свои средства жители расчистили от всякой поросли, зарослей, кустов. Там стоял Владимир Ильич Ленин долгое время, до 90-х годов. Потом он куда-то исчез, остался от него постамент один. И мы поняли просто, что нет общественного пространства в селе. Нет такого места, знаете, должно быть в любой... Вообще в любом месте в городе, в деревне должно быть так называемое третье место. Где собраться, может, людям? Да. Первое место — это дом. Второе место — это работа. И третье место — это какое-то место, где ты можешь встретиться, пообщаться, просто посидеть, отдохнуть. Общественное пространство жизненно необходимо вообще людям всех поколений. В Васильевском... Ну, как, извините, перебью, раньше, да, парки обязательно были даже в деревнях, в поселках в советское время, которые сейчас забрасываются, зарастают. С памятником Ленина, ну, какая разница? Да, хоть с любым памятником. То есть нужно, важно, чтобы было пространство, где собраться. Да, могли люди приходить, молодежь приходила, собирались, и сцена часто там была. Да, все верно. И, ну, сегодняшняя деревня вообще, в принципе, не только села Васильевская, похвастаться такими общественными пространствами не может, к сожалению. Ну, центральные какие-то там усадьбы бывшие, да, центры поселений, возможно. Хотя в том же Михайловском, ну, я бы не сказал, что есть общественные пространства. Нету, кроме Дома культуры. Ну, Дома культуры — закрытые общественные пространства, да, он хороший, но как бы у открытых общественных пространств нет. Вот, поэтому это очень важно. Есть запрос населения, потому что нужно где-то быть, нужно встречаться. Нужно просто сидеть. А опять же, Вы затронули правильно, Роман, важную вещь, что, ну, деревня пригородная, и туда приезжают люди из города. У них есть запросы, и эти запросы городские. Им нужны общественные пространства не хуже, чем в городе. Им нужна спортивная инфраструктура, там, допустим, какие-то дорожки, где бегать. Им нужны там тренажеры, им нужны какие-то хорошие благоустроенные площадки. Поэтому и мы, вот, кстати, губернатор нас поддержал, спасибо большое, мы вышли к нему, в общем-то, на прямой эфир. И он, ну, мы сказали просто, что местная исполнительная власть нас не поддерживает в этом этаже. Мы очень активные, и поэтому нас она не любит. Ну, да, активных людей не очень любят, потому что они, ну, не знаю, заставляют работать, может быть. Конечно, так можно сидеть. А что губернатор сказал? В чем поддержка? На словах или, может быть, тоже финансирование какое-то? Я не знаю. Нет, он сказал просто, что мы вас поддержим, в смысле, делайте. То есть, он нам зеленый свет и сказал, в общем-то, готовьте проект, если даже с проектом у вас будет не получаться, мы поможем. Да, то есть, ну, это для нас просто как крылья у нас выросли, серьезно. Потому что мы, если честно, отчаялись, это была большая беда. Как я всем говорю, ППМИ, это важная вещь. Мы каждый год, и местные власти, мы тоже говорили, мы должны каждый год участвовать в ППМИ, чтобы хотя бы чуть-чуть двигаться, чуть-чуть развиваться. Потому что иначе это стагнация, это, ну, ничего не будет происходить. Поэтому останавливаться нельзя. И, как бы, ну, надежда прям у нас хорошая. И мы хотим очень крутую сделать площадь, ну, не хуже, чем городскую. Это очень амбициозный проект, но мы сейчас просто переосмысляем, обдумываем и готовим такие вот наброски к тех заданиям. Деньги соберете? 10%? Я думаю, что да, учитывая опыт прошлых программ, люди очень активно собирают. То есть, те люди, которые говорили, что я ничего не хочу, здесь все должна делать местная власть, а не я, и я никогда не дам свою тысячу рублей со двора, их были единицы. Все остальные люди, у нас потрясающие люди, вот я уже говорил, они вот, они могут не прийти на собрание на какое-то, но они всегда говорят, мы вас поддержим, давайте, занимайтесь. Они нам делегируют, как бы, некие свои вот потребности, мы их уже официально вот пытаемся продвигать, и они нам просто потом, вот мы делаем обход, они нам задают эти деньги. Обычно это тысяча рублей с дома, кто-то задает и по три, и по пять, кто хочет. Понятно. А у вас как, с благоустройствами, с какими-то работами, что-то тоже вот переехали, думаете, хорошо бы здесь делать мост хрустальный? Ну, мы когда строились, у нас была очень плохая дорога, то есть обычная грунтовая дорога с ямами, с ухабами. Вот, но к тому моменту, когда мы уже переезжали, она уже была заасфальтирована. Но это никто не собирал на это деньги, как бы, с жителей. То есть, видимо, это то ли какие-то заявления подавались в администрацию, но дорогу сделали, я очень за это благодарна, потому что это небо и земля, то, что... У нас телефонный звонок мне показывает мои коллеги. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, конечно, свежий воздух в деревне, это все прекрасно, но мне хотелось бы узнать, я вот планирую купить квартиру в Свери, но хотелось бы узнать, а вот в деревне, насколько вообще в сравнении с городом будет, может быть, дешевле приобрести жилье? И еще вдогонку следующий вопрос, допустим, если я переезжаю с детьми, вот есть ли им чем там заняться? Детский сад, школа, какой-то ДК, парк? Чем можно, как говорится, занять ребенка? Спасибо за ответ. Спасибо большое, звонок, господа, дама. Ну, Кристина уже сказала, что проблем с школой, с детским садом у нас, по крайней мере, нет никаких. У нас вообще считается, по-моему, Михайловском лучший детский сад в Калининском районе, чтобы никого не обидеть, но, по-моему, вот так. Он действительно очень классный. И школа одна из лучших. Да, школа, по-моему, отремонтировали недавно. Ну, короче говоря, там с этим вообще проблем никаких нет. Что касается... А, ДК. Да, ДК у нас есть. Есть какой-то кружок там, секция. Да, у нас сейчас очень много кружков детских. Это у вас в Николе прямо или где? Нет, нет, это в Михайловском, в самом Михайловском. И все, как бы, из остальных деревень туда привозят детей. У нас есть танцы, у нас есть развивайка. Рисование. Есть рисование. Так, и для разных абсолютно возрастов, по-моему, начиная с четырех лет. Да, у нас даже там хор пенсионеров есть. А, хор пенсионеров. А, и еще вокальная студия у нас открылась. Короче говоря, КДЦ у нас, культурно-досуговый центр, его тоже отремонтировали недавно. И, в общем-то, он... Немножко так много времени уже остается. Скажите, ну, резюмируя, женщина просто спросила еще, вот она, думаю, в городе или, может, в деревне. Вот что вы сейчас можете сказать? Смотря что она хочет. Она размышляет. Я так поняла, что она по поводу стоимости ее интересует. По стоимости тоже. Ну, раз ее интересует еще и инфраструктура, значит, она все-таки, действительно, думает, может, не стоит в городе покупать. Но если въезжай-живи, это, конечно, дорого. И, возможно, это будет дороже, чем купить квартиру в Твери. Потому что нужно обустроить, делать и так далее. Нет, чтобы въехать и жить. То есть не ремонтировать, не сносить, не строиться. А въехать и жить готовый. Купить дом под ключ делаем. А, под ключ. С хорошим участком, там, с баней, я не знаю. А если люди готовы приложить руки? Можно, да, купить очень доступные. Есть участки, там и домики под снос можно купить. Но, опять же, цены достаточно высоки, потому что у нас газ. Газ – это главная, в общем-то, прибавленная стоимость. Ну, и плюс все-таки, я думаю, у вас влияет. Близость. Вы сказали, у вас все-таки действительно ДК хороший. Это важный момент. Потому что, сами знаете, как вы сказали, детский сад, вы довольны лично. Школа – это все-таки… Да, да. То, что касается вот инфраструктуры, у нас все очень хорошо. Ну, по моему опыту, если брать, допустим, либо, да, дом под ключ уже готовый, но это цена совсем другая. Но лучше взять, мне кажется, пустой участок, чем какую-нибудь там старую холупку. Потому что ее все равно вам придется на это потратить средству, чтобы ее убрать. Ну, так, по крайней мере, у вас… А вот у Александра как раз такого потратили. Ну, у него, наверное, была не совсем старая холупка. Нет, ну, конечно, в ней можно было жить, холупу ее не назвать. Просто есть люди, которым необходимо жить и строиться. Если нужно жить и строиться, конечно, в том участке это сложно. А, ну, да, такой вопрос. То есть это, ну, вот, очень сложно ездить туда-сюда, когда идет стройка. Нужно присутствовать постоянно. Ну, вот мы так ездили. А вот вы сразу переехали и потихоньку переделали. Да, и потихоньку переделали. Мы построили сзади, потом переехали назад, снесли спереди и построили спереди. Ну, что ж, наш эфир подходит к концу. Одна минута. Мне вот быстро хочется ваше мнение слышать. Перспектива, в наш взгляд, русской деревни. Что? Она все-таки ее вымрет. Она будет развиваться только в виде ваших вариантов недалеко от крупных городов. Или как? Я думаю, что деревня обязана и должна развиваться. У нас есть, мы видим эти процессы деурбанизации. Люди хотят уезжать жить в деревню. Да, сначала будут развиваться, безусловно, деревни пригородные. Это неизбежно. Это агломерации крупные. Что касается каких-то дальних деревень, возможно, многие из них исчезнут, скорее всего. Это неизбежно. Но процесс обратный из города в деревню есть. И я лично очень надеюсь, что деревня будет жить в любая. Ну, он активный, этот процесс, да, среди молодых людей. Согласна, в целом, с Александром? Да, я согласна полностью. В плане совсем дальних деревень я тоже не совсем с ним согласна. Потому что есть часть народа, которая уезжает даже на хутора. И отдаленный именно район. И у этого направления, я считаю, тоже есть будущее. Но, так скажем, оно более долгосрочное. И остаются там, и там они становятся, эти люди, агентами изменений, что очень важно очень часто. То есть эти люди, переезжая в далекую деревню, начинают там что-то менять через себя. Понимаете? Это вот очень крутая вещь. Ну что ж, спасибо большое, уважаемые гости. Мы сегодня говорили о перспективах нашей деревни. Как выясняется, перспективы, вопреки пессимистическим прогнозам, они все-таки есть. Будем надеяться, что деревни будут развиваться хотя бы в таком направлении, поступательно. Сначала, то есть близлежащие около городов деревни. Потом, вот, как Крисин говорит, есть положительные примеры, когда люди переезжают в довольно далекие районы Тверской области. Причем не только из Твери. Ну что ж, спасибо вам, уважаемые гости. Спасибо, что нашли время. Самое главное, процветание вашим деревням. И чтобы все-таки вот женщина послушала вас, да и другие люди. И все-таки подумали, может быть, переехали. Приезжайте, конечно. Это была программа «Тема дня». Спасибо большое. И всего хорошего вашему дому, в первую очередь, если вы находитесь в деревне. Спасибо.